Сиг! 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 Мардук. Легенда шведского блэк металла, сформировавшая свой культ в далеком 1990 году. За годы творчества музыка шведов прошла путь от мрачных злых датовых настроений до экстремально интенсивной и ураганной формы блэк металла. А лирика сурово прошлась по темам сатанизма, антихристианства, смерти, истории Третьего Рейха и Второй Мировой. Opus Nocturne в своем роде культовый третий альбом Мардук, выпущенный в 1994 году и продемонстрировавший фирменный стиль и безумие шведов, ставший их визитной карточкой на блэк метал сцене. Весной 1994 года команда снова залезает в студию Unisound записать новый альбом. Но в середине 1994 года вместе с Immortal они поехали в тур по Европе, обкатывая материал для нового альбома. Диск Opus Nocturne вышел в октябре 1994 года, немного спустя после написания саундтрека к фильму Дракула и является прямым продолжением предыдущего альбома. Чехарда составом все еще продолжается. Ушел второй гитарист и все гитарные партии выполняет Морган. Йоахим окончательно занял место вокалиста. За барабанную установку сел Фредерик Андерсон, игравший ранее в Даркфилд. Приветствую всех, вы на музыкальном канале World of MP и сегодня у нас будет обзор на альбом Opus Nocturne одной культовой группы под названием Мардук, не Мардюк. И перед тем как мы начнем наш обзор, я хочу выразить огромный сэнк с нашим подписчиком, благодаря которым и выходит сегодняшний обзор. А именно Черному Ящику, Воронкоту, Блади Гаю, Папе Кайли и всем остальным, кто поддержал сегодняшний ролик. Ну а также не забудьте обязательно поставить большой палец этому видео, подписаться на наш канал и по возможности стать спонсором канала. Ну а также в описании есть ссылочки на Boosty Patreon, где выходят эксклюзивные видео, также по возможности подпишитесь. С группой Мардук я познакомился примерно в 2007 году, когда мне попал в руки вот этот вот чудо блокнот, на который кстати делал обзор 5-6 лет назад. В данном блокноте были разные вырезки с интервью Мардук, это например из журнала Painkiller, это например из журнала M, еще одно огромное интервью, и еще одно огромное интервью, и последнее с какого-то польского журнала. Начитавшись в сети интервью, у меня появилось огромное желание ознакомиться с группой. И у меня появилась эта заветная возможность благодаря моему тату-мастеру, который мне подогнал вот эту вот DVD. Когда я посмотрел DVD, я просто офигел с того, насколько они играют брутальную и бронебойную музыку. Особенно концерт в Польше 2003 года, там вообще от ас. И после всего этого хаоса мне удалось раздобыть этих два альбома. И потом все пошло и поехало. Panzer Division Marduk, World Funeral и все остальные ранние работы просто зашли на ура. А когда я увидел обложку мини-альбома Fuck Me Jesus, я просто офигел от экстремальности. Признаюсь вам честно, два первых альбома мне не особо, потому что они более детовые и не такие бронебойные. Вот реально с альбома Opus Nocturne и пошла та самая жара. У группы появился реально диколютый ударник, благодаря которому музыка Мардука стала еще более убойной и быстрой. А бывший ударник наконец-то смог нормально сосредоточиться на вокале. То есть все заняли свои лучшие места. Следующий альбом группы Heaven Shall Burn получился еще более качественный и экстремальный, чем Opus Nocturne. Но все же в этом альбоме нет такой таинственной атмосферы, как есть на Opus Nocturne. И вообще я больше нигде ее не слышал на других работах Мардук. Чего только стоит интро альбома. Для сегодняшнего обзора у нас имеется репресс середины 90-х от Asmos Records. Данный диск я не покупал, мне его подарили. Ну что, давайте посмотрим, что себе представляет этот репресс, который ничем по сути не отличается от первопресса. Открываем и вынимаем буклет. Буклет приятный на ощупь. Сразу видно, что не дешевой полиграфия. Открываем и здесь потому, что не дай боже, я еще вызову сатану. Дизайн буклета выглядит максимально странно. То есть вы сами видели, что есть место, куда можно было бы реально добавить лирику. Но зачем это делать? Конечно. На данном диске сможете найти 9-трековый альбом и такой вот задник, на котором даже есть кредицы. И еще, что меня бесит в этом странном издании диска, это отсутствие логотипа и названия альбома. В общем, данный репресс получился неплохим. Но вот этот вот странный дизайн все портит. Новые в комментариях можете написать издание данного альбома, которое имеется в ваших коллекциях. Альбом Opus Nocturne вышел 1 декабря в 1994 году на лейбле Osmos Records. Альбом был записан в сентябре того же года на студии Unisound с помощью Дэна Сванью. Да, это тот самый культовый чел, который спродюсировал больше ста групп. На Opus Nocturne у Дэна Сванью получилось нарулить намного жирнее и лучше звук, чем на прошлых двух, которые он также записывал с группой. Также на одноименном треке Opus Nocturne засветился специальный гость в лице покойного Тони Ита, вокалиста Абрубтума. Альбом Opus Nocturne посвящен ночи ее созданием. И это очень хорошо отображает обложка. Сейчас вам расскажу про художника, который нарисовал эту мрачную обложку. Крис Бельгиец Родился в 1970 году и живет в маленькой деревушке Замель. Традиционное отсутствие серьезного художественного образования. У самоучек и в меру случайное начало сотрудничества с миром рок-музыки. Сейчас мне кажется, что я рисую с тех пор, как научился держать в руке карандаш. Я начал создавать свои собственные книги комиксов лет с 13, а история про Одерика в 14. Эти истории в основном вдохновлены фильмами, вроде Конана Варвара. Факт, что этот фильм стал причиной, почему я захотел создавать свои собственные комиксы. В 1993 году, когда я искал издателя для своей первой книги цветных комиксов про Одерика, меня попросили сделать обложку для виниловой пластинки альбома The Diabolic Serenitis группы Ancient Rights. Немного времени спустя мне позвонили с фирмы Осмоз с просьбой сделать иллюстрации для групп Мардук и Апсу. В основном так все и началось. А в высшую металлическую андеграундную лигу Криса моментально вывела сотрудничество с Мардук. Благословенные времена зарождения Блэка. Достаточно было сочинить бешеный жужжащий Black Metal. Нарисовать достойный Корс Пейн и все, ты в классиках жанра. И твой художник также. Шикарный по мрачности Зос оф Зэнлайт 93-го на ней впервые появился логотип Криса и Опус Ноктюрн 94-го. Первые обложки по словам Криса целиком и полностью состояли из элементов комикса про Одерика. Он просто переносил уже наработанные элементы в своей саге про народы Северной Европы в обложке. У Криса реально очень узнаваемый стиль и это очень хорошо видно по другим работам. Честно сказать с первого раза очень трудно идентифицировать, что это обложка Black Metal альбома. Но когда ты начинаешь всматриваться мелкие детали например перевернутые кресты то начинаешь понимать, что это все не зря. Да и что это за обложка шведского альбома, на которой нет козла? Если сравнить в музыкальном плане Опус Ноктюрн с другими Black Metal работами этого времени, то этот альбом звучит весьма самобытно. Материал Опус Ноктюрн не похож ни на Мейхем, ни на Дарктрон, ни на Иммортал, ни на Бурзум, а еще эта экстравагантная обложка добавляла особой индивидуальности. А сейчас я вам озвучу парочку интересных фактов об альбоме Опус Ноктюрн. Материал In Stone первоначально была названием для трека From the Dark Past, который появился на альбоме Мейхем The Mysterious Dome of Satanas. Название было изменено Дедом, перед его смертью. Позже Мардук приняли это название для песни на этом альбоме. Ранее они также использовали название песни Деда на своем альбоме Зос of the Unlight. Эта песня считается данью уважения погибшему Деду. Также некоторые строчки в этой песне были взяты из романа Warne the Vampire or The Feast of Blood автора Джеймса Риммера. Компакт-диски Osmos Records, выпущенные примерно с 2001 года по 2005, могут содержать метод защиты от копирования, который делает компакт-диск полностью нечитаемым на компьютерах и некоторых современных хай-фай системах. Фотография группы послужила шаблоном для рисунков четырех участников группы в буклете. На ней изображен и Дево Андерсон, которому пришлось покинуть группу перед записью Opus Nocturne. Альбом Opus Nocturne мне нравятся все композиции, но выделил одну любимую Sulfur Souls. Но а вы, также в комментариях можете написать свою любимую композицию с альбома Opus Nocturne. Я думаю, что альбом Opus Nocturne по праву можно считать переломным в дискографии Мардук, потому что именно с него у группы появился тот самый бронебойный материал. Честно сказать, мне даже жаль, что на этом альбоме не спел Легион, потому что это бы еще звучало более мощнее. Да и Легион лично мой любимый вокалист Мардук. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео с на большие пальцы, ну а также не забываем подписываться на канал и нажимать на эти гребаные колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну а также все самые полезные ссылочки в описании. Подписывайтесь, мы вас там ждем и до новых Opus Nocturne встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.